и друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю 16 по 22 марта включительно для знака зодиака раки уважаемые раки напоминаю что гадание имеет общий характер она не является вашим индивидуальным тем не менее гадание подходит и для мужчин и для женщин по этому раскладу мы рассмотрим характеристики этой недели для вас в общем если по первым двум картам вы видите что расклад с вами не резонирует возможно в этом периоде он вам не подходит а подходит для другой категории раков в любом случае я приглашаю вас всех присаживайтесь поудобней сейчас вы можете загадать картам вопрос желания и вы на него обязательно получите ответ да или нет но ответ вы на него получите в конце основного чтения всего вашего расклада поэтому запаситесь терпением думая о своем вопросе обязательно устанавливается временной срок для того чтобы вы понимали в какой период времени ваше желание проиграется или нет по первой карте также я буду рассматривать вас самих в этом периоде ваши планы мысли ваши действия ваше настроение и ваш общий энергетический запас кого волнуют вопросы здоровья обращайте также внимание на первую карту почему потому что если у вас будет показана ослабленная энергетика это может говорить о различных проблемах со здоровьем в особенности у тех у кого есть какие-то хронические заболевания итак друзья колода готова надеюсь что свой вопрос картам вы уже загадали и мы с вами начинаем гадание и так ваша первая карта дальше мы рассмотрим общий фон событий всей этой недели что же войдет в вашу жизнь что будет происходить в ваших парах для наших семейных что вы чувствуете в отношении своей второй половиночки и что он или она чувствует в отношении вас что происходит в вашей рабочей деловой среде что ждет вас с деньгами и финансами что будет происходить во внешнем мире во взаимодействии с другими людьми любого рода коммуникации связи контакты телефонные звонки также возьмем карту для наших одиноких раков этой карте мы рассмотрим и вашу личную жизнь и события этой недели для вас в общем чем завершится для вас эта неделя также что вам нужно знать или что нужно учитывать эта карта будет также указывать и на скрытые факторы то чего вам пока не видно но что в будущем может быть для вас интересным да карта это пока будет закрытом виде и последняя карта в колоде вы помните является ответом на ваш вопрос да или нет запасайтесь терпением и скоро мы к этой карте непременно дойдем итак друзья приступаем первая ваша карта меня сегодня радует десяточка пентаклей говорит о том что финансово материально многие из вас защищены для кого-то это те деньги которые вы накопили ранее конечно все ваши основные мысли и заботы сосредоточены на заработке но при этом вы не забывайте о доме о семье о своих родных и близких вы очень привязаны к своему жилью к тем людям с которыми вы находитесь под одной крышей вы кого-то искренне любите и готовы всегда предоставить руку помощи своим самым-самым близким людям и конечно же эта карта говорит о том что вас также любят это взаимное чувство взаимная привязанность для кого-то по этой карте есть возможность неплохо зарабатывать на дому кто-то может быть этими занимается а для кого-то эта карта может говорить о любом дополнительном источнике дохода даже если вы не работаете вообще что-то то что приносит вам деньги кому-то помогает вам ваша семья но кто бы меня не смотрел любая категория раков любом случае вы будете на этой неделе однозначно при деньгах потому что десяточка пентаклей говорит сама за себя давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели конечно если говорить о вашем настроении о ваших действиях вы на позитиве вы полны энергии и это меня радует по раскладу я вижу что здесь немножечко есть нервы вот нервности присутствуют но каких-то патологии каких-то ужасных отклонений обострений в этом периоде по здоровью я не вижу давайте посмотрим общий фонд событий всей этой недели и здесь мы видим карту старшего аркана колесо фортуны обратите внимание что старший аркан тоже идет под числом номер 10 и первая ваша карта тоже шла под десятым числом это говорит о том что в вашу жизнь входят какие-то благоприятные перемены какие-то благоприятные новшества обстоятельства по колесу фортуны это какие-то судьбоносные изменения где-то в какой-то степени может быть на сегодняшний день на встречу судьбе вы идете как слепой котенок закрытыми глазами да вы что-то делаете вы много работаете кто-то пытается с кем-то коммуницировать о чем-то договориться где-то себе в чем-то пробить дорогу эта карта говорит о том что в вашей жизни наконец-то для многих из вас открываются прекрасные шансы что-то в своей жизни поменять в корне для многих из вас эта карта путешествий дорог каких-то новых для себя открытий новых людей новых знакомств новых проектов которые вы можете начинать но здесь вот это какое-то новое дело новое предприятие сопряжено с каким-то риском но вы хотите этого риска вы хотите какого-то драйва в своей жизни вы хотите каких-то перемен какого-то свежего ветра конечно карта замечательно и здесь она говорит о том что вы уверены в себе и что вы идете навстречу своей судьбе не страшась ничего давайте посмотрим что происходит в вашем личном доме для наших семейных у вас выпало тоже сразу два старших аркана это говорит о том что то что будет происходить в вашей паре на этой неделе для вас будет очень важно от того что будет происходить в этом периоде будет зависеть и дальнейшее ваше будущее как пары и ваше личное если говорить лично о вас для вас выпала замечательная карта старшего аркана солнышко а вот на вашего партнера выпала карта старшего аркана башни для тех кто разбирается в символизме карт вы прекрасно понимаете что на вашего партнера выпала карта разрушений эта карта может говорить о эмоциональной нестабильности вашего партнера или партнерши. Это какие-то психи, это неуравновешенность, это может быть провокации сознательно вас на какие-то ссоры или конфликты. Притом, как гром среди ясного неба ни с того ни с сего, ваш партнер может затеять какое-то выяснение отношений. Вы по солнышку, вы действительно как ясное солнышко. Если у вас есть детки, внуки, а эта карта говорит о том, что у многих из вас действительно в семьях уже есть дети. Это то, что вас объединяет. Кого-то объединяют внуки, племянники, не имеет значения. Карты говорят о том, что у многих может быть большая, дружная, ранняя семья. Но в этом периоде есть какие-то выяснения отношений. Возможно, даже вы ссоритесь из-за детей, из-за их воспитания, из-за их будущего. Конечно, здесь еще идут нервы из-за детей и лично ваши, но ваш партнер почему-то здесь категорично настроен против детей, в особенности, если детки у вас взрослые. Вот сказал, как отрезал. Если где-то в чем-то ваш супруг, если смотрит меня женщины, не сходится во мнении со старшим сыном или дочерью, то сказал, как отрезал. То есть должно быть все по его, но не так, как говорит кто-то другой. Из-за этого, конечно же, вы нервничаете. Вы можете делать все для того, чтобы наладить отношения в паре. И по солнышку вы это делаете. Но на вашего партнера как будто бы ничего не действует. Также эта карта может говорить о том, что ваш партнер может быть нервным не только из-за того, что в доме есть какие-то конфликты и непонимания. Эта карта может говорить о том, что у вашего партнера во внешнем мире есть какие-то проблемы. Может быть с госструктурами. Может быть это какие-то кредиты, долги. Какие-то сложные ситуации с какими-то подставами, когда ваш партнёр не может кому-то доверять. Конечно, все эти нервы переносятся в семью, и на вас это всё выплёскивается, как ушат с холодной водой. То есть вы должны всё это вынести, выслушать и каким-то образом попытаться своего партнёра успокоить. Конечно, эти карты обе огня, но эта карта – огонь положительный, а это огонь разрушающий. И если вы делаете всё для того, чтобы в вашей семье был мир и покой, то ваш партнёр ни в какую. У него здесь какие-то свои амбиции, какие-то свои мысли. Если что-то не получается во внешнем мире, то всё это переносится в дом. Конечно, у кого-то здесь могут быть проблемы, связанные с жильём как с наследством, либо с самой недвижимостью. Карта башни может тоже говорить о каких-то недвижимых, сложных вопросах. То, что вам предстоит решать, из этого вы можете нервничать обои в паре. Конечно, если говорить о вашей родне, то не со всеми тоже вы всегда находите общий язык. Эти карты говорят, что есть какие-то противоречия в вашем доме, если говорить глобально, масштабно вообще. То есть не только в ваших отношениях как пары, но, может быть, дедушки, бабушки, дяди, тёти. Кто вхож в ваш дом, здесь тоже есть какие-то факторы неожиданности в общении. То есть, может быть, иногда ваши родственники вам могут выкидывать что-то такое, чего вы от них не ожидаете. Давайте посмотрим, что происходит у наших одиноких раков. Здесь для вас выпала карта старшего аркана повешенного. Эта карта говорит о каком-то напряжённом ожидании в вашей жизни. Это первое. Второе – это всё-таки период какого-то застоя, застой в ожидании. Что-то вы ждёте, на что-то надеетесь, что-то пока вы хотите изменить, но болтаетесь, вот как вот этот человечек на одной ножке, и вам, конечно же, нужна чья-то помощь из внешнего мира. Эта карта предполагает то, что ради каких-то других людей, возможно, многим вы жертвовали ранее. Эта карта предполагает, что в прошлом у вас уже были какие-то отношения, которые для вас закончились ничем. Это были те отношения, в которых вы отдавали больше, чем получали. Но вы почему-то вот как будто бы и остались в состоянии вот этой жертвы. Вам нужно что-то поменять в своём сознании, в своей психологии, для того, чтобы новые отношения, которые у вас появятся, не были такими же, потому что вы можете по этой карте повторить ошибки прошлого. Где-то по этой карте вы готовы к самопожертвованию, то есть вы готовы идти на жертвы ради кого, ради того, чтобы кому-то помочь, кого-то спасти. И этим временем вы забываете о себе, о собственном счастье, о собственном благополучии. И в конечном итоге вас за то, что вы делали раньше, никто не поблагодарил, никто не сказал вам спасибо, никто не оценил. Поэтому для того, чтобы не повторять вот тех ошибок старых, прошлого, перестаньте быть жертвой, перестаньте всех жалеть, перестаньте всем сострадать. Начните думать прежде всего о себе самих. Конечно, эта карта может говорить о том, что и в ваших рабочих моментах и вообще вот в течение этого периода вы как будто бы у каждого какая-то своя ситуация ожидания. Кто-то может ждет каких-то документов, кто-то может ждет работы, кто-то может ждет выезда или еще чего-либо. Эта карта говорит о том, что вы что-то ждете, что-то пока не можете получить. Из-за этого вы сильно страдаете. Возможно, в этом периоде, именно в течение этой недели, то желаемое, на что вы рассчитываете, вы пока еще не получите. На вашу ситуацию нужно время по повешенному. Но это время вам дано не зря. Оно вам дано для какого-то анализа, для переоценки ценностей, для того, чтобы вы разобрались в своем прошлом и в настоящем, для того, чтобы идти в будущее, не повторяя ошибок прошлого. Помните об этом. Давайте посмотрим, что происходит в вашей рабочей деловой сфере. В общем, здесь мы видим замечательную карту Короля Посохов. Это карта мужского лица. Она может указывать на мужчину либо темненького, либо огненно-рыжего, либо кореглазого. И то, и другое верно. Возможно, вы с этим мужчиной по работе взаимодействуете. Если смотрят меня мужчины, эта карта, несмотря на то, что вы относитесь к стихии воды, и вашей персональной карты, это карты чаш, может показывать вас самих и говорить о том, что в работе вы проявляете лидерские качества, качество человека, который умеет управлять другими людьми. Вы умеете не только управлять, вы умеете планировать, вы умеете вырабатывать какую-то тактику и стратегию, то, что касается работы. И во всем вы действуете очень продуманно и очень основательно. Это то, что помогает вам выжить в любом бизнесе, в любой работе, чем бы вы ни занимались. Если говорить о женщинах, то сотрудничество вот с таким вот мужчиной, очень умным и деловым, которого я описала. Во многом рабочие процессы зависят от этого мужчины. Для кого-то это может быть компаньон мужчина, коллега по работе, прямой вот человек, с которым вы сотрудничаете. Где-то этот человек громкий, амбициозный. Иногда с этим человеком у вас могут быть какие-то выяснения отношений на ровном месте. То есть он может быть вспыльчивым, но человек отходчивый. И в общем-то какого-то зла и негатива глобально я от него не вижу. Но этого человека нужно принимать таким, какой он есть. И тогда у вас все будет получаться. Прекрасная карта для мужчин, она говорит о том, что в вашей работе все стабильно, притом благодаря вашим собственным действиям. И здесь вы еще сотрудничаете с каким-то мужским лицом. Если говорите о женщинах, у вас все стабильно благодаря мужскому лицу. Если кто-то из вас ищет работу и в силу каких-то причин вы пока не можете работать, если вы будете искать, работу все равно вы найдете. Скорее всего, вам поможет мужское лицо, либо работу вы найдете с мужским руководством. У каждого эта карта может проиграться по-своему. Но карта очень благоприятная. Конечно, она предвещает и финансы, и развитие в бизнесе, в работе благодаря мужскому лицу. Что происходит с вашими деньгами и финансами? И здесь у вас выпала прекрасная карта пожа-чаш. Конечно, карта светлая. Она говорит о каких-то мечтах, надеждах. Она говорит о том, что вы в отношении денег и финансов держитесь в этом периоде на позитиве. Даже для тех, кто не работает, или вы меняете работу, переходите с одной на другую, эта карта говорит о том, что вы также не останетесь без денег. Кто-то вас искренне любит. У кого-то, может быть, есть либо друг, либо подруга. Может быть, для кого-то это любимый человек, тот, кто готов вам посодействовать материально. Также для кого-то эта карта может проиграться как то, что деньги в этом периоде вы вкладываете во многом либо в своих детей, в их образование, в их обучение, в своих внуков, для того, чтобы развивать какие-то их таланты, развивать их творчески. Но независимо от того, в каком вы возрасте, эта карта может предполагать то, что кто-то из вас может чему-то учиться, и деньги вы можете вкладывать в свое саморазвитие либо в какие-то свои хобби и увлечения. По этой карте вы, может быть, вкладываете деньги в это. А может быть, вам кто-то нравится, и вы думаете о подарочках для этого человека, для любимого человека. Может быть, по этой карте вами интересуется кто-то и также взаимно вам хочет сделать какой-то маленький подарочек, маленький сюрприз. Может быть, вы думаете о каких-то встречах, вы мечтаете об этом и думаете о том, что были бы у меня деньги, и вот все в моей жизни было бы прекрасно и хорошо. Конечно, карта говорит о том, что где-то то, что касается материальных моментов, если ее рассматривать в негативе, есть немножечко легкомысленное либо неправильное отношение к деньгам. Эти деньги, которые к вам поступают или приходят, вы как будто бы легко с ними расстаетесь. И в конечном итоге вам каждый раз приходится начинать как будто бы все сначала, по-новому зарабатывать, по-новому начинать. То есть больше серьезности в отношении тех денег, которые вы имеете в руках. Правильно вкладывать, правильно тратить. Это то, что поможет вам накопить. А здесь по этой карте я не вижу того, чтобы у вас были большие накопления. Но те, у кого даже есть какие-то небольшие накопленные деньги, эта карта предполагает то, что все-таки вы думаете о каком-то празднике жизни и хотели бы потратить свои денежки на какие-то удовольствия, может быть, какие-то встречи, во что-то для вас приятное. Давайте посмотрим, что происходит во внешнем мире. И здесь для вас выпала замечательная карта восьмерочка посохов, восьмерочка жезлов. Это карта дорог. Она говорит о том, что действительно у многих из вас появится выбор каких-то либо рабочих направлений. Возможно, кто-то запланировал какой-то отдых. У вас выпадала карта дорог, карта поездок. Это карта колесницы. У кого-то это просто какие-то новые шансы и удача, которая входит в вашу жизнь, которую вам нужно использовать. Но здесь это карта конкретных дорог. У каждого это свои дороги. Может быть, вы что-то планировали заранее. Может быть, это для кого-то спонтанные, неожиданные дороги. Но что важно, что у вас появляется выбор каких-то направлений. Если говорить и о других людях, о контактах и коммуникациях любого рода, то по этой карте к вам идут замечательные, прекрасные предложения по сотрудничеству. То есть кто-то к вам идет с какими-то предложениями, которые вам нужно рассматривать. И вы будете стоять на распутии и думать, с кем же сотрудничать, а с кем нет. А может быть, сразу посотрудничать со всеми и постараться заработать везде. Для некоторых эта карта все-таки может проиграться как встречи, любовные свидания, влюбленность, новое чувство, огромная страсть в отношении какого-то человека. Может быть, с вашей стороны, а может быть, кто-то в вас по этой карте неожиданно влюбляется или врывается в вашу жизнь. Либо эта карта может говорить о том, что если у вас с кем-то были ранее отношения, они будут однозначно развиваться. В общем-то, карта прекрасна. И она говорит о том, что на этой неделе у вас очень много шансов что-то действительно поменять в своей жизни. И у вас будет прекрасный выбор и замечательная группа поддержки. В лице и тех людей, которых вы знали ранее. И, возможно, кто-то новый входит в вашу жизнь. Чем для вас завершится эта неделя, этот период? Здесь мы видим карту Королевы Пентакли. Снова фигурная карта, которая указывает на женщину. Это женщина земной стихии. Это может быть телец, дева или козерог по гороскопу. Та дама, с которой вы сотрудничаете. Возможно, с этой женщиной вы решаете какие-то финансовые, коммерческие вопросы. Может быть, вы обсуждаете какие-то рабочие моменты либо какие-то вложения денег. Если говорить о мужчинах, большое влияние на ваши финансы может иметь вот эта женщина. Либо в конце этого периода вы получаете деньги благодаря какой-то женщине либо через женщину. Если меня смотрят женщины-раки, эта карта может показывать вас самих, несмотря на то, что вы относитесь к стихии воды. И она говорит о том, что заработать вы сумеете. Вы 100% будете при деньгах. Даже те, кто не работает, каким-то образом в вашей жизни все равно появляются деньги. Это стабильность и уверенность. Вы смело смотрите в завтрашний день. Для кого-то эта карта говорит о том, что вы можете себе позволить многое и что-то купить в дом, и для себя, и что-то поменять в быту. То есть эта карта говорит о том, что, в общем-то, зарабатывая деньги, вы думаете о делах бытовых, о делах насущных, о доме, о семье. Давайте посмотрим на скрытые факты в вашей жизни, что вам нужно знать, что от вас пока утаивается, чего вы не видите. И также это как карта совета для вас. Здесь мы видим восьмерочку мечей. Конечно же, это карта каких-то ограничений. Она говорит о том, что вы от кого-то на сегодняшний день можете зависеть, либо вы себя чувствуете очень зависимым. Эта карта говорит то, что не так все плохо в вашей жизни, как вам на самом деле кажется. Очень многое вы действительно можете поменять сами. И даже в дне сегодняшнем, в дне настоящем, есть много положительных моментов, стоит их только вам увидеть. Эта карта говорит о том, что у кого-то могут быть разочарования из-за дома, быта, из-за семьи, из-за воспитания детей. Не отчаивайтесь, не унывайте. Ищите даже в негативе что-то положительное. То есть эта карта призывает вас к тому, чтобы вы всегда оставались на позитиве, чтобы в вашей жизни не происходило. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет. Да или нет. Карта смерти. Конечно, это однозначно да. Если кто-то задавал вопрос, связанный с какими-то разрывами отношений, и вы действительно этого желаете, и вы спрашивали, смогу ли я наконец-то разорвать отношения вот с конкретным человеком. Эта карта говорит о том, что да, отношения вы разорвете. Если вы задали вопрос иначе, все остальные вопросы, я так понимаю, что для вас большой важности, я бы даже сказала, огромной важности по карте смерти. Из-за того вопроса, который вы задали, вы очень переживаете и к чему-то относитесь очень и очень болезненно. Эта карта может предполагать, что вам что-то мешает либо из прошлого. Вот в настоящем есть что-то то из прошлого, что не дает вам развиваться либо двигаться вперед. Эта карта предполагает то, что вам нужно поменять либо что-то в своем прошлом, которое перетекло в настоящее, либо вам нужно отказаться от каких-то людей, либо поменять свою жизнь в корне для того, чтобы получить желаемое. То есть карта очень сложная. Она говорит о сложных трансформациях в вашей душе и в вашей жизни. Пока, друзья, к сожалению, нет еще не время. Либо для того, чтобы получить что-то действительно в корне новое в своей жизни, вам нужно распрощаться с чем-то с болезненно старым. Для тех, кто задавал вопросы, связанные со здоровьем, эта карта однозначно говорит о том, что есть проблемы, нужно лечение. Для кого-то эта карта может предполагать хирургические вмешательства, операции, исключительно в том случае, если вы задали вопросы, касающиеся здоровья. Давайте подытожим весь ваш расклад. Что мне нравится, что в вашем раскладе выпало и две десяточки, и две восьмерочки. Это возможность развиваться, это возможность чему-то учиться, это возможность познавать что-то новое, это также какие-то новые веяния, ветер новых перемен врывается в вашу жизнь. Что-то в любом случае будет происходить судьбоносного для вас в этом периоде. По десяточке, по колесу фортуны вам не стоит ничего бояться, ничего нового. Не стоит бояться новых поездок, путешествий, новой влюбленности, новой работы, новых знакомств. То есть эта карта говорит о том, что рискуйте, и в вашу жизнь обязательно войдет фортуна. Конечно, мне не нравятся карты наших семейных, пар того, что происходит в ваших домах и в ваших семьях. Здесь однозначно есть проблемы. У наших одиноких с личной жизнью здесь тоже пока есть какой-то застой. Но, тем не менее, по раскладу мы видим, что в вашей жизни наступают какие-то большие масштабные перемены. Это благотворные, хорошие перемены, которые в лучшую сторону поменяют вашу жизнь. Вот таким, друзья, был для вас расклад на этот период, на эту неделю. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Всем хорошего настроения. Помните о том, что вам нужно быть все время на позитиве. Это то, что поможет вам справиться с любыми трудностями. Даже если что-то у вас не получается в доме, не получается в семье, все равно вы должны уметь кого-то прощать. По карте солнышка вы обязательно должны уметь кого-то прощать. И то добро, которое вы делаете, обязательно к вам вернется. А если говорить о наших одиноких, вам нужно во многом пересмотреть свою жизнь, потому что вы привыкли с собой постоянно жертвовать во имя кого-то. Друзья, не скупитесь на лайки, нажимайте пальчиком на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующее видео. А сегодня, друзья, всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok